Значительная часть мастер-класса в рамках фестиваля была посвящена развитию дополнительного образования. Кружки и секции сегодня ходят 88% сочинских детей. Но, отмечает мэр Сочи, надо развивать общественные и клубные объединения, такие как Всероссийское движение школьников, военно-патриотические клубы, волонтерские ячейки. Только этим можно отвлечь ребят от улицы, считает Анатолий Пахомов. Это очень плотная работа с родителями. Мы вводим у себя в гимназии номер 15 очень интересные праздники, такие как, например, день рождения семьи, такие праздники, как, например, детские выходные. Это выходные или экспериментальные выходные. Это тогда, когда к нам в субботу приходят и родители, и дети, и мы делаем совместные большие интересные игры. Одна из самых острых проблем в отрасли – это ликвидация очереди в детсады. Несмотря на высокие темпы строительства новых зданий, мест все равно не хватает. Число дошкольников растет за счет увеличения рождаемости и притока в город новых жителей. В нынешнем году курорт получил 180 новых мест. Это дошкольная ступень. В школе номер 84 пристройка к детскому саду номер 4. В следующем году начнется строительство нового детсада номер 7 на месте старого здания в Хосте. Если говорить о темпах строительства детских садов за время нашей совместной работы, то в городе Сочи с 2008 года по 2018 год включительно построено 7 новых детских садов и 12 пристроек существующих. Но и очередь не стоит на месте. Поэтому дорожная карта по строительству детских дошкольных учреждений будет актуальна в течение еще нескольких лет. А часть муниципального бюджета будет ежегодно направляться на эти цели. Одновременно с детсадами реализуется программа строительства школ. Возводится здание начальной школы у гимназии номер 15 и школы номер 82. Проектируется новый комплекс в Эмеретинской долине, куда войдет школа, детский сад и плавательный бассейн. В бюджете следующего года также запланирован капремонт бывшего здания Сочинского госуниверситета на Макаренко. Это будет новая школа на 1100 мест.